И вот дважды отчисляли из институтов с формулировкой за профессиональную непригодность. Но он доказал, что он мэтр той профессии, которую он выбрал. Режиссер Иосиф Рейхгаус у нас в костях. Хорошо. Режиссер Иосиф Рейхгаус у нас в костях. Я думаю, что они поступали справедливо. В обоих случаях? И в Харькове, и в Ленинграде? Да, там была несправедливость. Но тем не менее, я вот сегодня сам, я буквально позавчера закончил набирать две мастерские в ГИДИСе. Режиссерскую и актерскую. Да, вы же профессором стали. И каждый вступительный экзамен, каждая отборочная консультация – это сокращение группы поступающих. В этом году было огромное количество вообще в ГИДИСе, в нашу мастерскую. Ну, просто более трехсот заявлений. А нам нужно было взять двадцать с небольшим человеком и в режиссерскую, и в актерскую группу. И вот каждый раз, отчисляя, я очень боюсь этого. Я понимаю, что, а вдруг я пропустил талантливого человека. И так было не раз. И тем не менее, это нормально. Значит, в этот момент вот такое его состояние, он в таком качестве, он в таком контакте с тобой, что ты его воспринимаешь вот в эту секунду. И в эту секунду это справедливо. Значит, вы были профессионально непригодны? Да, вы знаете, я даже точно знаю. Я ведь в Санкт-Петербурге, тогда в Ленинграде, учился у выдающегося профессора, который вообще-то до меня выпустил там Льва Додина, Наталью Тинякову и многих других. Это был великий педагог Борис Вольфович Зон. И когда он меня отчислил, моя мама прибежала к нему и спросила, а вот мой мальчик, вот он способный, он такой, на что Зону искал, знаете, он очень способный, но нужно либо вашего мальчика отчислить, чтобы он не мешал заниматься другим способным, либо всех других способных отчислить, чтобы они не мешали заниматься. Поэтому я выбрал первое. И он был прав. Вот я еще раз говорю, бывают такие мальчики, я вот не буду называть имени сейчас знаменитого режиссера. Нет, что назовите. Зовите, раз уже, ну как-то, повесили ружье, пусть выстрелят. Могу назвать, пожалуйста, Марат Гацалов, мой студент, очень талантливый человек. Я дважды его отчислял, потом я его пригласил в театр работать и опять уволил. Он сейчас главный режиссер там филиала Санкт-Петербургского Александринского театра, он лауреат всяких золотых масок и прочее, прочее. Талантливый, интересный режиссер, но невыносимо был в компании и в коллективе. Тем не менее, мы сейчас не в прекрасных дружеских отношениях, и тем не менее, я был прав, когда его отчислял, а он, наверное, был прав, когда существовал так. Он не мог существовать вот в мастерской в компании. Знаете, я рассказал уже вам до начала эфира о традиции, которая у нас есть. Мы пристраиваем приютских. Коту внесите сюда животных. Кто это у нас сегодня? Это девочка, Аксинья, ей 2,5 месяца. Аксинья, вот да, мы найдем ей хозяев. Слушайте, очень красивая. А сколько ей? 2,5 месяца сказали. Замечательно. Придется верить на слово. Девушки иногда преуменьшают свой возраст, как вы знаете. А мы, кстати, разговаривали про ваших животных до начала эфира. Вот вы сказали, что кошка после лечения достаточно продолжительная, тяжелая, обиделась на хозяева, ушла из дома. А от вас артисты уходили когда-нибудь? Конечно. Обидевшись. Ну что, очень много раз. Да? Очень много. И я очень много раз просил артиста уйти, и от меня уходили. А вот когда, вот как ваша кошка взяла, мяукнула и исчезла в лесах. Не раз. Не раз такое бывало. Причем артисты замечательные. Например, ну, Алексей Васильевич Петренко, который потрясающе играл, а что это, в Афраке, с Филозовым и с Полищук. И потом ему кто-то, я не помню сейчас точно, кто-то из великих русских писателей написал ему письмо, чуть ли не оставив, что как тебе не стыдно, ты такой великий, трагический русский артист, играй в таком пустячке, а что это ты в Афраке. Перестань. Может, под влиянием этого письма, может, под влиянием другого. Мне очень жалко, потому что Алексей Васильевич играл грандиозно. Людмила Марк на Полищу. О, фу ты. Людмила Марк на Гурченко. Гурченко, да. Да. Нет, я почему оговорился Полищу, потому что она играла одну роль с Полищук, а Люба Полищук играла лучше, интереснее. И я Любе давал там открывать сезон, открывать фестивали, когда мы ездили с этим спектаклем. И Людмила Марк на как-то ко мне пришла и говорит, слушайте, я вдруг додумалась, я что, артистка второго состава? Я тоже вдруг подумал, что кажется, да, она этого не могла вынести. Она была права, она великая русская артистка и так далее. Я могу приводить примеры. Олег Иванович Даль в Театре Современник. Вот такое, ну, суперзвезда. Да, мы с ним репетировали спектакль из записок Лопатина. Он репетировал одну роль с Костей Райкиным тогда. Райкин репетировал намного интереснее, будучи тогда практически мальчиком. А Олег Иванович, он как-то был в шоке. Вот я ему там что-то предлагал делать, он вообще не понимал, кто это такой. Какой-то там студент ГИДИСа что-то ему говорит, как нужно там сидеть, стоять и разговаривать. И Олег Иванович послал меня, что называется, и ушел. Так что у меня список большой. Вот из того, что вы рассказывали в других беседах, я так понимаю, что вы юношей были таким дерзким и самоуверенным. Да. А вы подобные качества в нынешней молодежи цените? То есть когда вам такие же попадаются? Ценю, ценю. Я вот сейчас должен вам сказать, что вот только что я набрал режиссерскую мастерскую в ГИДИС и взял вот одну девочку в режиссерскую мастерскую из города Белгорода, которую в принципе брать не следовало бы. Вот она наглая, дерзкая, самоуверенная, но настолько самоуверенная и настолько доказательна в своей самоуверенности, что я подумал, ну все-таки попробую. Ну как минимум один учебный год вот погляжу, если мы все-таки как-то сговоримся, я увижу, что вся эта ее самоуверенность имеет творческие основания, имеет творческую какую-то базу, платформу. Оставлю, если нет, выгоню. Мало того, выгоню, может быть, тоже буду неправ. Я прежде чем процитировать одно из ваших интервью, хочу спросить, вы ведь еще пробовали учиться и на журналистов, на журфаке Ленинградского университета. Ну это я не столько учился, сколько руководил студенческим театром. Вы вообще в принципе, как к журналистским цехам, вы считаете, вы ладите? У вас есть претензии к журналистам? Претензии у меня только одни. Я как-то в последнее время стал много участвовать во всяких политических шоу, хотя я совершенно никакой не политик, но у меня есть, естественно, взгляды, понимание той ситуации, в которой сейчас находится наша страна, и в которой находится наша культура, и в которой находится наша экономика. Я вижу, понимаю, опять же, может быть, я не прав, но тем не менее, я готов свою точку зрения мотивировать и вступать в диалог. Но, что касается журналистов, то, к огромнейшему сожалению, большое количество журналистов превратились из профессиональных журналистов в таких профессиональных, ну не знаю, пропагандистов и агитаторов, что неверно и неинтересно. То есть они не хотят знать истины, они заведомо под влиянием, не знаю, редактора, продюсера, они заведомо понимают, какую точку зрения они проталкивают, и их невозможно, да и не нужно сбивать с этой точки зрения. Ну, знаете, вы сами открыли эту дверь, я вот не могу не поговорить насчет агитпропа, пропаганды и агитации. Смотрите, допустим, вы не раз говорили, что гордитесь своим родителям, который расписался на рейсторге, который... Да, очень горжусь своим дорогим отцом. Хорошо, с другой стороны, смотрите, давайте мы будем читать там киевские СМИ. Ваши родители, так же, как и мой, и как все поколения, это оккупанты, это насильники, пришли в Германию исключительно для того, чтобы изнасиловать 2 миллиона немок. Полная ерунда. Ну как, это же пишут киевские СМИ? Нет, это кто-то пишет, так же, как и мы, так же, как и мы, сегодня всю Украину, весь украинский народ называем правым сектором, фашистами. Кто? Кто называет весь Украинский... Первый канал, второй канал, третий канал, вам фамилии назвать? Давайте прекратим об этом говорить. Я в этом участвую сам. Я люблю Украину, я на ней родился. Я Россию, мне не надо признаваться, любить своей родине к России. Вы одессит, поэтому давайте все-таки Украину. Как это что будет? Не Украина, не Россия? Одесса, Украина, ну в общем... Вы сейчас повторяете Саакашвили, он в своей тронной речи, когда в Одессе его представили губернатор, он сказал, Одесса, не Украина, не Россия, это центр мировой культуры. Ну, во всяком случае, вы не знаете, как насчет вторую часть, в первой части он абсолютно прав. Я скажу вам, что я знаю огромное количество сегодня, сейчас замечательных украинских, ну в основном это деятели культуры, литературы, и знаю такое же количество российских, даже большее, которые, к счастью, не участвуют в этой чудовищной катастрофе, которая постигла наши страны. Поэтому я бы не хотел сегодня вообще об этом говорить, потому что это беда огромная, и наше с вами дело, эту беду как можно, как можно больше вот успокоить, как можно быстрее вернуться к тем действительно истинным, великим корням наши народы, соединяющие наши народы, понимающие друг друга. Вы про какие народы сейчас говорите? Я про народы России и Украины, потому что я считаю... Это не один народ, вы считаете? Давайте назовем один народ. Нет, почему, может быть и один, ну это как трактовать, но тем не менее один, я с вами соглашусь, вот соглашусь с вами. Нет, я спросил, я ничего не утверждал, почему со мной согласится? Ну, не совсем один. Конечно, там вот эта Галычина, там Львович, это все-таки та сторона, а Донбасс это эта сторона, а центр Украины, там Полтава, это центр. Тем не менее, я-то считаю, что вообще мир это один народ, мир один народ. Я считаю, что то, что мы сегодня стали, извините, ну вот большим-большим забором отгораживаться от мира, для нас это беда и неправильно. Я знаю, мир на нас напал, да все-все-все, мир неправ. Правы мы, мир неправ. Это, я согласен тоже с вами и в этом. Я не очень понимаю, вот этот ваш выпад, я сказал, насчет того, что мир неправ. Нет, ну вы спрашиваете, один ли народ России и Украины? Один, согласен. Один. Ну вот насчет того, что мир напал, вот, ну давайте все-таки, понимаем, я знаю, что истории переписываются. Сейчас молодые японские студенты считают, что Нагасаки и Хиросима это сбросил Сталин, бомбы, и что американские с японским народом воевали с Гитлером и Сталином. Я понимаю, но молодые российские студенты сегодня в самых серьезных учебных заведениях даже плохо понимают, там, сколько штатов в Америке, где она находится, и что такое центральная Европа. К сожалению, причем студенты серьезных московских вузов. Вы сталкивались с этим? Я сталкиваюсь, потому что я преподаю очень много лет, к сожалению, я сталкиваюсь с чудовищным понижением уровня нашего образования, и вы сталкиваетесь с этим. Вспомните, всего лишь каких-нибудь 20 лет тому назад вы входите в метро, и вы видите читальный зал. Сегодня в лучшем случае вы видите вот это. Но они читают в гаджетах просто, это ридеры. Нет, они читают, они играют, я смотрю, что они делают, мне интересно. Но у них другие навыки. Они читают, они играют в игры и переписываются в СМС. Ну да, то есть они умеют то, чего не умели и не умеем мы. Да ничего в этом сложного нет, и я могу вам послать, вот, видите, рекламу. Я процитирую вас, вы скажете, правильно или нет. Для меня, то есть для вас, сегодняшняя антреприза синоним пошлости, халтуры, однодневки. Совершенно верно, подписываюсь под каждым словом. Разбить можете тезис? Очень просто, очень просто. В нашем театре работает 11 народных артистов. Артисты это выдающиеся, я могу их перечислять, могу, это Татьяна Васильева, Альберт Филозов, Ирина Алферова, Елена Санаева, Александр Галибин. И буду перечислять, перечислять. Артисты, которые, если бы они работали даже не в Голливуде, а в каком-нибудь национальном европейском театре, естественно, были бы обеспечены своей заработной платой, ну, до уровня детей и внуков. Естественно, наша зарплата смешна, она государственная, артисты работают, играют в спектакли, но то, что мы держим огромное количество театров, тем не менее, мы эту кашу размазываем очень тонким слоем, кашу, которая называется зарплата. А, конечно же, эти артисты вынуждены зарабатывать. Как они зарабатывают? Они продают свою былую славу, они продают свои былые лица. Вы не сможете мне назвать ни одного профессионального и талантливого режиссера, который ставил бы антрепризу. Никогда в жизни ни Марк Захаров, ни Петр Нович Фоменко, ни Галина Борисовна Волочек, ни Рима Стуминас, ни Кама Гинкас, ни Генрия Тейнова, я буду певать, никогда не ставили антрепризу. Артисты приходят, понимают, надо выучить текст, надо сесть на вот этот диванчик, который будет называться декорацией, надо взять вот эту кружечку, которая будет называться реквизитом, сказать какой-нибудь смешной французский или итальянский текст. Зрители будут веселиться, особенно если это за пределами Московской кольцевой автодороги, потому что они увидят эти живые лица и заплатят много денег. Это способ зарабатывать деньги. И ничего больше. Я никогда не видел в антрепризе, я видел проекты, когда Некрошес с помощью Союза театральных деятелей собирал потрясающий вишневый сад с выдающимися артистами, где было потрачено огромное количество времени, огромное количество денег, огромное количество сил на изготовление декораций и так далее. И мы видели мощнейший проект. Но это другое. А антреприза – это выколачивание денег из русской, а часто и не русской, из русскоязычной провинции, куда входит и Россия, и Украина, и Израиль, и Америка, и Германия, и все такое. Поэтому я сегодня совершенно убежден, что антреприза, вот все, что я там сказал, так грамотно, так связано. Я сегодня под этим подписываюсь. Я правильно понимаю вас, что вы артистов, которые участвуют в этом, не осуждаете? Нет, не осуждаю. Что у вас претензии к организаторам только? Я вообще никого не осуждаю, скажу вам правду. Осуждать это как-то... Ну, я могу не принимать чью-то позицию, я могу с этим человеком не иметь дела, но осуждать – это его право. Вот один замечательный артист нашего театра, в общем-то, очень известный телевизионный ведущий, вот его, ну такие... Гордон, Александр Гордон, да? Я не называю имени, теперь даже не скажу, вот что я хотел сказать, что я вот не принимаю ничего из-за его философии, из-за его жизненной позиции, из-за его способа жить. А при этом он замечательный артист, очень талантливый режиссер, очень интересный человек. И мы работаем вместе, ничего в этом чрезвычайного нет. А почему вы не называете его фамилией? Ну, не хочу называть, потому что я его вроде сейчас ругаю, зачем мне? Зачем? Я не заметил, что вы его ругаете. Хорошо, не буду. Я бы на его месте это рассчитывал скорее как комплимент. Хорошо, если он расценит, он к вам придет и все расскажет. Тогда я хотел бы понять, что вы имеете в виду, когда вы человека ругаете, действительно. То есть вы, когда ругаете, вы говорите такими, в общем, в целом, ну, дипломатичными фразами излагаете. Ну, смотрите, смотрите, я часто принимаю участие в передачах, скажем, Сергея Соловьева. Владимира Соловьева. Владимира Соловьева, да. В большинстве силы я иду к нему в передачу, мне все равно профессионально интересно. Там же никто меня не заставляет, знаете, делать что-то угрожающее жизни и здоровью, там, своих или чужих. Мне кажется, после каждой передачи, когда я туда хожу, что больше я туда не пойду. Но потом как-то во мне профессиональный интерес, и вот интерес диалога, интерес контакта, интереса встречи там с тем же Владимиром Владимировичем Жириновским. Мне удивительно, это персонаж вообще номер один, я не знаю, даже не в России. Я за ним так, с таким интересом, он на последней передаче трижды сменил позицию и абсолютно аргументированно. И никто этого не заметил, при чем? Нет, я заметил. И заметьте, что вы снова вернулись к этой тематике, от которой мы вроде бы отмеживались. Уходим, уходим. Да, что политические ток-шоу. Возвращаемся в театр, у нас очень много интересного в театре. У нас, к сожалению, не так много интересного в театре, сколько времени. У нас все-таки новостной канал, мы очень, чтобы ничего, как вы говорите, не вырезать, мы ограничены, в общем-то, хронометражом, поэтому мы уже переходим вот к этой коде. Про которые я вам рассказывал, это вот «Игра в правду», как это выглядит. Так мы о театре ни слова не сказали. Мы не сказали, какие у нас замечательные премьеры. Скажите, мы тогда вместо трех вопросов всего лишь один, чтобы уложиться в меметраж. Мы это оставим на концовку. Да давайте расскажите, что вы не успели и что надо обязательно рассказать. Я рассказываю, что у нас год, который наступает, это год молодой режиссуры. Вы имеете сезон, который наступает. Ну год, сезон, естественно, сезон, наступающий сезон, сезон молодой режиссуры. У нас четыре молодых и талантливых режиссера ставят спектакли. Просто вот один интереснее другого. У нас выйдут в ближайшее время спектакли, даже не называя имен режиссеров, называя название спектакля. Дурочка и зэк, это очень, это прямо вот интересный спектакль, режиссер фамилия Печерникова. И она не моя студентка, чем я очень горжусь, но выпускница режиссерского факультета ГИТИСа этого года. Мой студент Павел Макаров ставит спектакль, который называется «Молоток». Это тоже одна из ближайших премьер. Моя студентка, которую зовут Лера Кузнецова, ставит под моим руководством, я этим руковожу. Тем не менее, для нас Максим Дунаевский написал не больше, не меньше, ну не знаю, оперу для драматического театра «Шинель», где Башмачкина будет играть, петь, двигаться, Альберт Филозов. Там же, в этом же спектакле со своим музыкальным ансамблем будет работать Дмитрий Харанько, ни больше, ни меньше. Мы готовим, опять же, мой студент, мой дипломник Лев Иванов делает спектакль, который будет называться «Часовщик» и выйдет специально вот к каникулам, ну, каникулам к Нового года. Я буду делать, как ни странно, спектакли, которые у нас идут уже 15 лет, варианты «Чаек». «Чайка-детектив», «Чайка-оперетта», «Чайка-чеховская классическая». Я попытаюсь опять заново, я... То есть вы вместе с Акунинской будете, чеховской? Нет, я сейчас пытаюсь сделать совершенно новую редакцию, это все идет 15 лет, совершенно новую редакцию. Я в этом смысле стал в очередь к сценографу моей Трегубовой, которая моя родная дочь стала таким востребованным сценографом, что вот я никак не могу добиться от нее декорации. Надеюсь, что она сделает макеты, я выпущу эти спектакли. Ну, у нас на самом деле не так давно вышло несколько премьер, среди которых последний «Ацтек», который играет, опять же, философ Татьяна Веденеева, среди которых спектакль, вот получивший очень много премий, приглашений на всякие замечательные, престижные фестивали, спектакль, который называется «Спасти камер юнкера Пушкина». У нас будет замечательный вечер Людмилы Петрушевской, мы отметим ее юбилей, мы отметим юбилей Леонида Якубовича, очень интересным театральным... 70 лет, да, ему, да. Да, с совершенным таким театрализованным представлением. Мы отметим 100-летие Константина Михайловича Симонова, с которым мне посчастливилось работать и делать вот его из записок «Лопатин». Ну, много с ним. Я был еще практически студентом, а он уже был великим русским поэтом и прозаиком. И вот сейчас наш ежегодный клубный вечер «Стихия, стихия» мы посвятим Константина Михайловича Симонову. У нас огромное количество гастролей, естественно. Мы будем участвовать в юбилейном 25-м Балтийском доме, куда везем вот спасти камер юнкера Пушкина. Много зарубежных гастролей, очень много всяких планов. Мы набрали новые, я набрал новые мастерскую в ГИТИСе, режиссерскую и актерскую, и они немедленно вольются в жизни работы театра. Единственное, что мы живем вот в гостях на... Все, я думаю, что зрители это услышали. В гостях, а теперь нужно вернуться домой. Очень прошу. Финишируем. Из этого красного мешочка вы достаете фишечку, вот прямо вот за кружечкой, видите? Да. Фишечку? Да, достаете, чтобы понять, какого цвета будет карточка. Вы наугад вытащите одну из фишек. Это... Голубая карточка. Значит, любую голубую карточку – это вопрос из серии «Наподумать». Любую, какая вам... Да. Так думать или сразу же? Да сразу же, вы это уже прочитали. Вам иногда кажется, что вы умнее большинства ваших друзей. Нет, друзей нет. Мне не кажется. Мне иногда кажется, когда я участвую в политических шоу, мне иногда кажется, что я умнее тех, кто стоит вокруг, что я нахожусь в какой-то компании мракобесом. Это был Рейхельгауз. Человек, который доказал свою профессиональную пригодность, скажем так, и свой профессиональный гений в той отраси, которую он выбрал. Я имею в виду театр. И который сегодня доказал, что он совершенно профессионально пригоден, как человек, который упражняется в полемике. Так мне кажется. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо.